В Омскую область поступило 270 миллионов рублей на устранение последствий паводка. Об этом сообщили региональные власти. Средства первого федерального транша направили на аварийно-восстановительные работы на 112 объектах транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения. Этой весной после обильных осадков и быстрого таяния снега по всей области подтопило 15 населенных пунктов. В зоне чрезвычайной ситуации оказались более 20 тысяч человек. У каждого восьмого частично испортилось имущество. Из бюджета области людям направили компенсации. Однако деньги дошли только в конце августа. Все лето жители ютились в сырых домах, дышали вредной плесенью и испытывали разные неудобства. Сейчас все спешно восстанавливают имущество. Из Березовки Азовского района. Репортаж Евгения Нефанова. Вот бегают. Кто выжил. Эти птицы единственные, кто встречает осень во дворе завуча местной школы. Петухи, курицы и крупный рогатый скот прошли наводнение с трудом. А уж Татьяна Дмитриевна и ее шестеро домочадцев пережили настоящий стресс. Мы ходили по воде где-то полтора месяца. В течение лета у нас вот стоял этот уровень воды. Вот он, видите, сгнило все. Вот оно. В доме прогнили потолок, стены, полы. Бытовая техника пришла в негодность. Воздух пропах сыростью и плесенью. Рай для насекомых, беда для людей. Дом превратился в стройплощадку. И если пес нежится на сентябрьском солнце, то строители торопятся перекрыть крышу. На средства, которые нам выделили, это государство. Нет, конечно, не хватает. Где это хватит у нас? У нас только наружную, получается, работа уходит 300 с чем-то. Мира и тепла вашему дому. Пожелание с календаря звучит издевательски. 2016 год тут запомнят надолго. Укрепить треснувшие стены, перекрыть рухнувшую крышу, залить провалившиеся полы – это только начало. А ведь еще предстоит косметический ремонт. Мемориал воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, расположен на пригорке и потому пострадал в Березовке меньше всего. Да и то вода достигала вот даже этого уровня. Полтора месяца по дворам ходили спасатели, волонтеры, специалисты. Глава поселения вспоминает – замеряли уровень воды, осматривали жилье и огороды, предлагали помощь. Ольга Белькевич говорит – такое наводнение в селе впервые. Вода пришла с полей. У нас весь край деревни, он весь выше, чем центр. Все вокруг кровя, то есть они все поля вот так вот у нас. Как блюдцы. Да. Каждый день в кабинете главы в режиме чрезвычайной ситуации корректировали карту. Где прорыть траншеи, где отвезти воду, где поставить препятствия. Я свое дело сделала, наверное, осенний, зимний период, когда дожди у нас буквально в зиму пришли, и земля в зиму ушла полно наполненной водой. И весной, когда снег начал таять, нас элементарно земля не забирала. У меня жили дети дома, потому что ситуация такая была, что выезжать мама отказалась в предоставленное помещение. Ее с ребенком мы разместили у бабушки, а два ребенка, младших, были у меня дома. За Ольгу Белькевич в позапрошлом году проголосовали 46% избирателей села. В оппозицию главе Березовки этим летом перешла семья вдовы ветерана Великой Отечественной. Женщина и ее дочь и зять в первые же дни паводка написали заявление на компенсацию. У них залило подпол, а вода проступила на линолеуме. Однако в списках пострадавших они до сих пор не значатся. Все сырое, все, вокруг дома все провалилось. У нас неплохой дом. И в принципе, в принципе, нам, вот чуть-чуть бы нам помогли. Однако глава Березовки считает, что могла превысить полномочия, если бы настояла на компенсации. Деньги федеральные. По 10 тысяч рублей за утонувший огород, по 50 тысяч рублей на человека за частично утраченное имущество. Но ответственность за местными. Перед глазами у Ольги Белькевич более ужасающие примеры. А вода в подполе стояла у всех. Вот Светлана Борисовна только сейчас сумела достать соленья. Качали день и ночь, не переставая. Просыпалась от того, что вода прям ручьем хлынула конкретно. Он соскакивал в муж и качал. Качал без конца, не переставая. Что огонь, что вода, она не останавливается. Это один из тех домов, где вода поднималась на 30 сантиметров, откуда люди бежали во временное жилье. Всего их было 30. А теперь в Саманном доме завершается ремонт. Она доярка с больной спиной, он инвалид с больной ногой. Затраты на нанятых рабочих и строительные материалы обошлись в круглую сумму. Спасибо всем. Всем говорю спасибо. Я бы не смогла, не вытянули бы мы это все. Зарезали быка, получили компенсацию. По закону оспорить решение комиссии, отказавшие в выплате могут в любой семье Березовки. Но если бы сейчас Татьяну Дмитриевну поставили перед выбором Большие деньги на ремонт дома или скромный поводок без затрат для жилья. Она говорит, отказалась бы от компенсации. Не нужны ее семье такие трудные деньги. Евгений Нефанов, Сергей Гаврилов, Антенна 7.